МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Храм Николая Чудотворца села Пушкари Михайловского района Рязанской епархии является местом паломничества православных христиан. И не смотрите, что он небольшой. В нем изобилует благодать от чудотворного образа Царицы Небесной от рады и утешения. Это список сватаопедской иконы Божьей Матери, которые пребывают в древнем ватаопедском монастыре на Афоне, в храме Благовещения. На ватаопедской иконе Богоматерь изображена с лицом, обращенным к правому плечу в память того, что она в 807 году, 21 января по старому стилю и 3 февраля по новому, обратила свое лицо к игумену монастыря, стоявшему на молитве близ святой иконы, и предупредила его о намерении разбойников ограбить обитель. Пораженный игумен тотчас собрал братью. Все были изумлены изменением очертаний иконы Божьей Матери. После благодарственной молитвы перед святым образом воодушевленные иноки поднялись на монастырские стены и успешно отразили нападение разбойников. В память этого чудесного события перед чудотворной иконой горит неугасимая лампада. На фоне эта икона называется также «Отрадую и утешением». Так, на этой иконе лик к Божьей Матери ясно выражает сострадательную любовь. Взор ее дышит милосердием и кротостью, а на устах покоится тихая улыбка и утешение. Лик же Бога Младенца строг. Но перенесемся в Рязанские Пушкари, где 3 февраля 2018 года, День памяти в Итапецкой иконы Божьей Матери от Рады и Утешения, сугубо отметили это праздничное событие. Ведь икона Божьей Матери от Рады и Утешения почитается здесь особо, как источник утешения и радости внесения обращающимся к ней жизненного креста и послушаний, вверенных Богом. Божья Матери от Рады и Утешения, дай чуть-чуть здоровья, чтобы пожить, как мамочка моя пожила для моих детей. И я хочу для своих внучек пожить. Божья Матерь, спасите. Еще у меня есть неупиваемый чаш, когда у меня сын тут был, он пил, я всегда снимала, я вот так приходила. Господи, наставь его на путь истинный, разуми его и помогала. Так что очень хорошо. Он тебя не пьет, честно говоря, хорошо. Да я знаю, довольна, очень я довольна, чтобы была сегодня в церкви, я прям как в районе бывала. Тянет, тянет, Божья Матерь. А еще знаете, что скажу, благодаря матушке Варваре, если Варвара бы не открыла нам этот храм, она и все сделала. Все по воле Божьей. По воле Божьей, конечно. И вот представляете, мы ходим, вот летом у нас, она наш престол, мы встречаем. А зимой, вот 3 февраля, как открылась, вот она появилась к нам. В небольшом селе Пушкари Михайловского района ежегодно 3 февраля собирается много паломников, так что небольшое пространство Никольского храма заполняется молящимися из различных уголков Рязанской, Тульской и Московской областей. Всех их собирает Царица Небесная в образе отрада и утешения. Чудотворная икона была специально написана для рязанского села Пушкари в начале 19 века в Атапецком монастыре. С ней связано множество различных чудесных историй. Происходят чудеса и сегодня. Мне лично помогает очень хорошо. Я ложусь, я никогда без молитвы не ложусь. Вот все время с этими сиконами. Я сплю, мне надо вот такие... У меня внук был, жил 8 месяцев в монастыре. И представляет, Наталья Николаевна, как от него ушла эта, его жена отбросила. Мы думали, он вообще пропадет. Он как пил по-страшному, курил по две пачки дорогих сигарет, я его покупала. Восемь месяцев он там прожил, и он хотел, если бы у него не было дочки, он бы говорит, я тут бы не вернулся. Тогда, бывает, я там остался, я бы не ехал. Он сейчас то и дело ездит туда. С праздником! Спасибо, спасибо большое! Дай вам Богу здоровья! И вам тоже! Спасибо большое! И вам тоже! Эта икона поистине нерукотворна, потому что в сегодняшнем облике она создана благодатью Божией. А после чудесного вмешательства Богородицы и спасения монастыря она была названа Божия Матерь от рада и утешения. Время от времени взор и лицо Царицы Небесной меняются. Она смотрит то радостно, то печально, то с тревогой, предупреждая о грядущих испытаниях. Лик ее живой и нежный, что так и хочется припасть ее ногам и забыться в неиссякаемом трепете и благоговении. Вот опеда обитель славится образом чудным. Ему же есть древнее имя от рада. О нем предание старцев блажен. Приехать к Царице Небесной Пушкари обязательно надо. Вера и Наталья – паломницы из Рязани. Они впервые приехали к Царице Небесной Пушкари, и теперь это чудесное место, отмеченное Владычицей Небесной, станет для них родным. Сюда первый раз, мы здесь никогда не были. Нам очень-очень понравилось. Несмотря на то, что храм такой небольшой, но все так душевно, все так по-домашнему и по-семейному, и звонится у вас замечательно. Спасибо вам огромное. Мы надеемся, что мы теперь будем ежегодно к вам приезжать на этот большой праздник. Спасибо вам огромное. У нас еще летом есть особый день. Тут у нас три дня идут крестные ходы по всем домам, а потом, да, такой праздник большой, красивый, он переходящий. Там все зависит от Троицы. Приезжайте, пожалуйста, мы будем вас ждать. Спасибо вам за приглашение, огромное спасибо. Если будет возможность, Бог даст, мы обязательно приедем. Несколько лет назад произошла со мной такая история. Приехав на вечернее богослужение, Ивана Богословский монастырь села Пощепова познакомилась случайно с Ниной из Сарова. Нина искала встречи с прозорливцем и была направлена в Скопинский район к матушке Феодосии. Она настоятельно просила меня отвезти ее в поселок Октябрьский Скопинского района. С небольшим сопротивлением мы отправились на ночь, глядя в неизвестность. Удивительно, но очередное чудо помогло нам попасть на прием к старице. После матушкиного приема мы с Ниной сели в автомобиль и впечатления посыпались из нас, словно камнепад. И, как оказалось, Нине матушка посоветовала помолиться Божьей Матери от рады и утешения. И что именно в этом образе Царица Небесная поможет ей. Когда моя спутница узнала, что мы едем в Пушкари, где в Никольском храме пребывает чудотворный список сватопедской иконы, которому рекомендовала молиться схемонахи и Феодосия, мы обе расплакались от умиления и радости, а еще от такого близкого к нам нахождения Владычицы Небесной, Госпожи Богородицы. По счастливой случайности, или все-таки убого случайностей не бывает, от рады и утешения оказалась в храме села Пушкари Рязанской области Михайловского района, где я и живу. Переночевав у меня утром следующего дня, Нина встретилась с отцом Сергием, настоятелем Никольского храма села Пушкари, и приобщилась к чудотворной иконе Царицы Небесной от рада и утешения. Была очень рада. Отец Сергий дал ей акафист, иконку, маслечко. В этом чуде еще раз проявляется, согласно общему убеждению, церкви матернее дерзновение Богородицы ходатайствовать о грехах человеческого рода к сыну своему и Богу и спасать его своими молитвами от беда, правильно постигающих его по множеству грехов. Господу помолимся, Арцемси! Ну, держитесь! Спасибо! Господу помолимся! В праздничном богослужении в честь образа Царицы Небесной от рады и утешения принял участие Ирей Владимир Михальцов, настоятель двух храмов, находящихся под покровительством святых врачей, председателя отдела по связям с медицинскими учреждениями Рязанской епархии. Отец Владимир в священническом сане 9 лет, был светским человеком, имеет высшее военное и высшее медицинское образование, теперь добавилось и духовное. Господь постучался в доброе сердце будущего священника совершенно неожиданно. Тогда-то Владимир Михальцов выбрал путь спасения души и земного служения Богу. Я сейчас вновь здесь побывать, действительно, после того, как был здесь еще в форме подполковника медицинской службы Матери Божией для меня. Ну, самое любимое существо, самый легкий, самый удобный путь к Богу. И именно в этот день, в 2005 году, я лежал на операционном столе, и вот такая покров Матери Божией, как видите, стою здесь перед вами и молюсь, и счастья в этом соборном прекрасном богослужении перед неповторимым образом, с неповторимым названием, от рады и утешения всех вас поздравляю, счастья не могу передать словами. Такие вот радостные и благодатные встречи дарит Царица Небесная в особые дни почитания своих чудесных образов. Дверь за дверью открываются, их число увеличивается, а сила света, вырывающаяся из каждой, усиливается, унося сомнения и страх. Я здесь много раз бывал, я счастлив был знать и лечить Игуменю Варвару, настоятельницу Солоческого монастыря, и вот она меня сюда привезла, в келью Матери Божией, и я часто тут бывал, как я вам говорил, в форме подполковника медицинской службы. Знаете, как шутят, у ваших священников подряд сами звезды, это точно про меня, но звезды не КГБ, а медицинской службы. Спасибо Господи. А как вот так получилось, что вы стали священником? Или все к этому ушло? Я думаю, что Господь этого хотел, заболел смертельно, и жена говорит, ну давай Богу что-то пообещай, может быть я священником бы стал, и исцелился, вот как евангельская чудо, вот так я и стал священником. Спасибо Господи. За что Богу не сказано, благодарен, потому что меня звали священники вот с таких пор. Но я не понимал, я врач, я думал, Христос врач, что вы ко мне пристаете? А теперь я понимаю, насколько он был неправ. Вот так объединяю это счастье, оставаясь врачом и священником одновременно. Это великая радость и счастье побыть здесь, с этими удивительными людьми, которые здесь все были на службе, вместе с вами, вместе с братьями моими, священниками, которые с такой любовью ко мне относятся, вы же видели сами. Поэтому очень рад, очень довольный, очень благодарен Богу и Матери Божьей. Спасибо с Господи. Спасибо Господи. С Богом. С Богом. Это наш духовный отец. Он нам рассказал, что здесь будет служба. Он рассказал вот свой случай исцеления и про незабываемые службы, которые здесь проходят. Уютный храм, все-таки родные, святые. И все такое величественное. Прикосновение к этому празднику, наверное, на всю оставшуюся жизнь запомнится таким вот большим праздником. Мы уезжаем в Рязань с большой радостью сердца и надеемся, что это место будет для нас родным. Спасибо вам огромное. А все Славица Небесная помогает вам обращаться? Всегда, всегда. Вот, вы знаете, мы, я вот, по крайней мере, скажу о себе, не очень давно пришла в храм, но вот всегда она мне помогает и вот ведет меня теперь по жизни. За что я своему духовному отцу очень благодарна, Наталье. У вас такая духовная дружба. У нас и профессиональная дружба, у коллеги, и духовная, и теперь мы еще духовные сестры. А вы как-то изменились от происходящих событий? Да, вы знаете, мне кажется, мы стали, ну, по крайней мере, о себе, могу сказать, совсем внутренне поменялось, и к людям стало относиться по-другому, и к событиям в жизни стало относиться по-другому. Ну, и вообще, мне кажется, Вера, она вот, меня и Вера зовут, и Вера ко мне пришла, и я очень-очень-очень благодарна. Я тоже, Богородица всегда очень помогала, когда у меня маленький ребенок был, задыхалась, девочка болела, я обратилась к матери, Богородице, и она помогла без лекарств, и ей стало лучше. И это не один эпизод такой вот помощи, она слышит, она реально, она рядом с нами, и вот сейчас у меня надежда на нее, что вот дочка моя как-то отходит от Веры в подростковый возраст, и мне хочется попросить Матери Божьей, чтобы без болезней и без скорби она все-таки привела ее в храм. Спасибо, Господи, это, наверное, просьба не только Ваша. А всех, а, да, это серьезно, на самом деле, да, чтобы наши детишки шли путем истины. Да, да, спасибо вам, Господи, спасибо, всего доброго, спасибо вас, Господи, девочки. Да, и вас благослови, Господи. В этом году инициатива соборного богослужения 3 февраля принадлежала отцу Сергию, благочинному 2-го Михайловского округа. После литургии протерей Сергий Орлов поделился своими чувствами. Ему было поначалу неловко и тесно в алтаре маленького сельского храма, но это чувство было недолгим и скоро сменилось радостью и оперцепцией, то есть восприятием присутствия Царицы Небесной рядом со священниками и прихожанами. Отцу Сергию сослужили протерей Вячеслав Дарин, настоятель Успенского храма села Березово, протерей Алексей Аникин, настоятель храма Рождества Богородицы села Новопанское, протерей Николай Серганов, настоятель Преображенского храма села Голдина, протерей Сергий Зенкин, настоятель Никольского храма села Пушкарей и иерей Владимир Михальцов, настоятель храма в честь великомученика и целителя Пантелеймона при Малышинской богодельне город Рязань. После праздничной литургии священники отслужили водосвятный молебен с чтением Акафиста Царицы Небесной в образе, именуемом от рада и утешения. Благочинный 2-го Михайловского округа отец Сергей Орлов поздравил всех с праздником, поблагодарил за совместную молитву и обратился ко всем молящимся в этот день к образу Царицы Небесной с просьбой не сходить с верного пути, пусть даже на нем будут посылаться скорби и испытания. Мы с вами сейчас переживаем первую подготовительную неделю к Великому посту. Перед сводами храма открываются двери милосердия, слышим умилительное песнопение. Милосердие дверью отверзи нам, покаяние отверзи нам двери жизнодарчи. Покаянные двери открываются каждому человеку, это и есть дар Божий. Именно с покаяния начинается наше спасение. Именно этой подготовительной недели мы видим, как важно быть смиренным. Либо эта притча, мытаре-фарисеи, заканчивается словами. Всяк возвышай себе унижен будет, унижай себя возвысится. Мы не вправе о ком-либо говорить и осуждать, потому что мы все твари Божии. Один Бог может судить каждого. Нам кажется, что мы все исполняем. Ходим в храм, говеем, каемся, постигаем таинство. Но мы подобно, получается, фарисею. А фарисей этой притчей осудился. То, что, можно было сказать, он очень благодетельный человек. А так, получается, мытарь-грешник и осознал себя грешником и оправдался в очах Божьих. Вспомним опять молитву преподобного Серафима Саровского, который на камне молился тысячу дней и тысячи ночей. Он взывал, Боже милослив, буди мне грешнику. Ему ли было молиться этими молитвами святому угоднику Божьему? Он молился не только о себе, а о всей церкви, настоящем и будущем. Будем помнить, когда будем входить в этот храм и выходя из храма. Мытарь его молитву. Боже милослив, буди мне грешнику. И Господь непременно молитвами Пресвятой Владычицы Богородицы помилует всех нас. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодати и человека любви всегда, на непристое во веки веков. Отец Сергей отметил благодарственными письмами Второго Михайловского благочиния за усердные труды во благо родного Никольского прихода села Пушкари, псаломщицу Ксению Зенкину, проспорницу Лидию Перлову, казначея Татьяну Савенкову, помощников настоятеля Юрия Перлова, Наталью Холюшкину и Александра Коева. Дано просворнице Никольского храма Перловой Лидии Алексеевне. Есть она такая? Есть. Достойно? Достойно. Поздравляю. Благочинный вручил грамоты директору и главному редактору Михайлов ТВ Наталье Бостраковой и администратору сайта Михайловского Второго благочиния Рязанской епархии Анне Князевой. Что-то приготовлено еще для одного человека, который с нами нет. Я зачитаю. Грамота дана администратору официального сайта благочиния Второго Михайловского благочиния Князевой Анне Владимировне. Передайте, пожалуйста. Спасибо, Господи, Борисович. Конечно, очень приятно вручать, очень приятно получать вот такие грамоты при соборных служениях достойным людям, но, я думаю, этим не закончится. Я хочу от своего имени обратиться, управляясь делами епархии Владыки Марку, чтобы Владыка Марк наградил этих людей своей грамотой на свое благоусмотрение. С праздником вас, дорогие друзья! Господи, Мишель, Отец Сергий, в честь соборного служения нашего праздника, нашей святыни Матери Божией, благодарим вас за добрые слова, наставления, и в честь нашей иконы Божьей Матери примите икону от Рады Утешения. Очень хороший подарок, Отец Настоятель. Спасибо. Намного лет. Спасибо. Спасибо. Вот Отец Настоятель мне от Рады Утешения дает на дорогу. Я буду молиться этой иконе, всегда буду видеть этот образ. Спаси Господи, мы на правильном пути, и Пресвятая Богородица очень близко к нам. И вот, мы всегда будем молиться к ней, чтобы о нас всегда молила Сына Своего и Бога нашего, чтобы отвратил гнев Божий на нас, движимый. Аминь. С праздником вас. Село Пушкари раньше имело название Красная Гора, там-то стояла и Никольская церковь. Известное село Михайловского района было расположено на месте здания районной администрации. Затем оно было перенесено вместе с храмом на расстояние 5 километров от города. Главными достопримечательностями села были святыни. Два образа святителя Николая Мерликийского, один Никола Можайского резной в киоте с деяниями, и второй на золоте с деяниями, почитавшийся всегда чудотворными. И образ Царицы Небесной от Рада и Утешения. Однако церковь эта была сожжена, и прихожане построили на этом месте новый деревянный храм. Вместо обветшавшей церкви в 1715 году была построена новая деревянная, которая из Михайлова была перенесена к 1862 году, на то место, где сейчас находится. В 1896 году была освящена новая деревянная теплая трапезная с особым престолом в честь иконы Божьей Матери от Рада и Утешения. Эта икона также всегда почиталась, как чудотворная. В 1900 году была построена колокольня, которая явилась украшением храма. Никольский храм был разрушен в 1967 году. А в 1998 году при поддержке Солочинского Богородицы Рождественского монастыря Никольская церковь была возрождена. Начало строительства нового храма было положено игуменей Барбары, настоятельницей Солочинского женского монастыря. Предшествовали этому чудесные события. Царица Небесная сама попросилась из Христо-Рождественского храма села Прудские Выселки к себе домой. Так она называла пушкари. Но это другая история, о которой мы обязательно расскажем вам в записках, когда отметим летний праздник Царицы Небесной. Обычно молебен в летний день совершается под открытым небом. В следующем году пушкари отметят 20-летие со дня возвращения святыни. А в декабре 17-го числа 2018 года – 20-летие со дня освящения нового храма. Важное событие духовной жизни села произошло в день памяти великомученицы Варвары. Пушкари ждут вас. Приезжайте, не пожалеете. Получайте благодать и разносите ее по России. Представить праздник на свете получился? Какой праздник сегодня? Очень праздник. Нормально. И сколько людей собралось, правда? Да. Скоро получено тоже. Матерь Божья невидимо присутствует с нами. Субтитры создавал DimaTorzok